Здравствуйте! Это программа «Хоккейные хроники». Четвёртый выпуск. Меня зовут Сергей Федотов. И сегодня, как, в принципе, уже, наверное, вы привыкли, в этой программе наш постоянный гость, эксперт Никита Филатов. И мы не хроники. Серёг, привет! Приветствую, Никита! Маленькая преамбула. Дело в том, что мы с Никитой общаемся уже несколько лет через нашего общего большого друга Андрея Осаченко, но лично до этого дня не виделись и не работали. Поэтому сразу в один день и познакомились лично, и проведём эту программу. На мой взгляд, мы подобрали очень интересные темы. Я напомню, что в этой программе «Хоккейные хроники» мы обсуждаем не текущие события, а хоккейные вещи, которые можно назвать тенденциями. Та или иная является этой тенденцией, в общем, вещи более глубокие, я бы сказал, хоккейно-философские. Никит, предлагаю тебе для начала обсудить тему, которая в последние, ну, наверное, так, пару недель после того момента, как состоялся матч на открытом воздухе, где Нью-Йорк Рейнджерс встречались с Нью-Йорк Айлендерс, парень, 21-летний канадец, дал инфоповод, который лично меня и Володю Дегтярёву подтолкнул на такую философскую тему. Мэтт Рэмпе, игрок Нью-Йорк Рейнджерс, который ночью провел свой шестой матч в составе Нью-Йорк Рейнджерс, что интересно, не набрал ни одной штрафной минуты, но в пяти предыдущих матчах он провел три боя. Тема Тавгаев уже, казалось бы, она ушла, она не является актуальной. Причем, если посмотреть на нынешний состав команды Питера Лавиолетта, у него есть один из самых жестких игроков современности, не Тавгай, капитан Джейкоб Труба, есть Уилл Кули, который уже в этом сезоне успел даже подраться с нашим Дмитрием Воронковым. Миллер. Безусловно. Может сыграть жестко. И вот парень, 21 год, кроме того, что он провел бои, и причем если вот такой по шкале этих файтов, этих боев, он сделал это очень здорово с ребятами, Вот, вот это хотел сказать. Он выбирал серьезных ребят. Он выбирал равных себе ребят. К тому же он за эти пять матчей, ну не будем считать вот этот последний матч против Коламбуса, где там другие были главные герои, в первую очередь Артемий Панарин, опять у него там три очка, дубль. Дело в том, что у него еще есть победная шайба, которая в матче с Филадельфией позволила продлить Террио Рейнджерс до 10 побед. Она, может, немножко нелепая. Причем с передачи Гудроу сначала на него записали, тоже достаточно жесткий человек. Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, что это? То есть это можно говорить о некой возрождении школы вот этих ребят, которые в 90-е, ну, если не рулили, но были абсолютно необходимой составляющей хоккея? Или это просто стечение обстоятельств? Этот парень просто дал инфоповод и, как это несколько банально звучит, пробивает себе путь в НХЛ кулаками. Что ты по этому поводу думаешь, учитывая, что ты играл еще в те времена? Как раз, когда их было много. Когда их было дофига. Без них было никак, я бы даже сказал. А вот точно ли это было никак тогда? Тогда было никак. Тогда точно было никак. Я знаешь, почему, Серега, сужу? Я сужу, потому что я, когда оказался внутри, что в фарм-клубе, что в НХЛ, роль вот этих ребят, роль в раздевалке, роль в коллективе, да даже на льду, но она была огромная. И для меня, как для человека, который приехал не только из России, а из молодежного хоккея России, где это вообще в принципе, что какой-то авгай, почему за кого-то заступаться надо. Ну, там два варианта. Либо ты сам за себя постоишь, либо там чуть-чуть потолкались, разъехались. То есть молодежный хоккей России 2007 года, 2008, он не подразумевал, что кто-то что-то скидывает и бьет, снимает шлема, там вот это, и начинает танцевать. И, я не знаю, от Джареда Боло, да, а я реально назову его лидером раздевалки. То есть это чувак, который играл там 6 минут, да, за Коламбус. Но он был среди, слушай, Рик Нэш, Бросар молодой, пускай будет Ян Хейда. Вот ты даже такого вспомнил. Вот сейчас представляешься сходу, без подготовки, да. Ну, я, а, соответственно, Расти Клесло. Вот, вот это, а, ну, слушай, Тодд Коламбус, Мэнни Малхотра. Да, то есть опытные ребята Майк Пека и молодой Джаред Болл, он был не только вхож, он действительно за счет своего вот этого там характера, воли, желания пожертвовать собой ради команды, он был в числе лидеров. И это разовый пример, мы сейчас разговариваем только про Коламбус. То же самое практически в любой команде, слушай, ну, может быть, в Детройте, я не вспомню, в том Детройте, там, 2008 года, я не вспомню, кто там. Тогда уже не было там Боба Проберта, да, ну, наверное, один из самых, один из самых известных бойцов. Слушай, ну, наверняка кто-то там сбрасывал, пускай будет Кронвелл, наверное, играл жестко, может быть, всегда готов был сбросить, да, но во всех остальных командах... Неприятно был Швед. То есть это было страшно. То есть, ну, вот он еще и провокациями занимался, чистейшими такими. Поэтому, слушай, он один из, наверное, лидеров не по числу силовых приемов, он просто делал зубодробительные силовые приемы. Там, если попадаешь, то, как бы, все. Ты бы стал разделять вот эту категорию, которая немножко из прошлого, на тех... Вот ты назвал Малхоттер, я вспоминаю, что это человек, который очень здорово еще играл в хоккей. То есть, если посмотреть его результативность... Он ближе к чекеру, это точно. Он ближе к чекеру, ключевые вбрасывания, меньшинство, правильный хоккей. И, но, скажем так, периодически, если ему ставили там живых крайних, назовем это, которые знают, что делать с шайбой, то там можно было что-то и сообразить в атаке. Но Малхоттера, вот в плане лидерских качеств, в плане, знаешь, для молодых ребят типа меня, в плане как надо готовиться, как надо быть в офф-айс, ну, это прям вот как, знаешь, букварь открываешь, книжка, вот так, вот, смотри на него, вот так нужно делать. То есть, ты не стал бы разделять у тех ребят, которые, кроме того, что, ну, просто были готовы всегда ступиться за партнеров, подраться, они еще и здорово умели играть. Я почему-то вспоминаю, я вспоминаю... Ну, не все, Серег, не все. Понимаешь, Брашир приехал, когда сюда, в Россию... Не, не Брашир, подожди, в Витязи... Ну, там целая куча их. Бреннон, Мерасти, вот эти товарищи. Ну, они в основном, это разное, Серег, они в основном фармклубовские, ахейловские. Все-таки Джон Мерасти и вот эти все ребята говорить про то, какой-то там хоккей, нет, это чуть-чуть не то. Вот, например, еще один человек того Коламбуса, Дерек Дорсет. Да. Слушай, он вот со мной в сезон зашел в НХЛ и после этого провел сколько лет? Восемь или десять на уровне НХЛ, то есть он реально менял команды, все время оставался Тафгаем, но он был незаменимый чекер, он играл все меньшинство, он в серьезных клубах проиграл. Именно я про это и говорю. И у него было и катание, и силовое влияние на игру, силовые приемы, меньшинство, но такие парни точно были супер в цене. Опять же можно привести пример человека, которому, ну, я отношусь больше на симпатии, потому что у него была большая роль, ну, например, когда Кубок Стэнли выиграла моя любимая Колорадо, это Клод Лемье. Можно ли считать, он Тафгай? Нет. Нет. Но это тот человек, который, ну, что называется, он точно любим своими болельщиками и партнерами, но ненавиден всеми остальными. Ну, это невероятно полезная категория игроков, да, как угодно. Заноза в одном месте или умение залезть там под нокоть, куда угодно. Но все-таки вот из таких, которые ярко выражены, Тафгай, ну, наверное, Брашир, да. Помнишь, еще был Джон Скотт, который доехал до матча всех звезд. Естественно, это целая история была, как его убирали. То есть болельщики это устроили, ну, прям удивительную вещь. Да, Скотт, что там еще, Бугар, да, ну, это парни, которые были только про драку, не про, ну, мало там было про хоккей. Ну, или парни, которые вообще сделали себе карьеру, например, защищая Уэйна Грецкий, и Макс Орли, и Семенко, Дэйв Семенко. Они каждый, кто вот такой узконаправленный, они каждый кто-то кого-то защищал. То есть такая была, посыл таков был. Но, кстати, мой любимый Тафгай был Ларак. Ну, вот мне он очень нравился. Вот этого забыл, это красота. Но он тебе по этому, по видности, по своей... По видности, да. Колоритный такой был персонаж. Среди вот этих людей, которые мы условно называем, ведь расширяя эту категорию Тафгай, у него было очень приличное катание, что далеко не у всех Тафгаев было. Ну, там, во-первых, такая гора, он если разгонялся, там... Чёрная гора, назовем так. Ну, ладно. Да, чёрная гора. Но дело в том, что вот в те же 70-е годы, понимаешь, тоже легендарный человек, Дэйв Шульц, Кувалда, он имел значение настолько большое, что в Филадельфии эти вот два кубка Стэнли подряд, во многом благодаря ему. То есть его люди боялись физически боялись. Ну, и другой хоккей всё равно. Абсолютно другой хоккей. Другой хоккей. Роль вот этого фактора бояться, она была гораздо выше. Не было просмотров, не было такого количества штрафов, удалений за всё подряд. Не было такого количества дисквалификаций за всё подряд практически. Это тоже правда. Другой хоккей. И, естественно, такие категории, как напугать, задавить, ну, всё, что угодно. Всё, что связано с именно... Отчасти даже затрамировать лидера. Да, всё, что угодно. Ну, беспредел творился. Я уже рассказывал, мне как-то попалось видео, там, 96-й год, по-моему, Кубок Мира, Америка, Канада. Ну, это не хоккей. Это, блядь, я не знаю, может быть, ближе к ММА, там, или что-то такое. Ну, это что-то без правил. За это сейчас дают 10 матчей дисквалификации, а там 2 плюс 2. Теперь давай немножко расширим рамки хоккея, чтобы эту тему так уже полностью... Дело в том, что на протяжении последних, так, лет 20, эта тема, она всплывала на уровне руководства Национальной хоккейной лиги или, там, Федерации хоккея США и Канады о том, чтобы запретить. Я вспоминаю, в 2009 году парень в юниорской лиге погиб, во время драки он ударился об лед, и тогда руководство НХЛ говорило, что мы рассматриваем серьезный вопрос. И периодически эта тема возникает. Не берем крайний случай, когда в лиге КВБ вообще пытались отменить чуть ли не силовые приемы и точно драки, потому что, давай честно скажем, вся эта тема, которая в последние годы есть именно, ну, скажем, в США, назовем это так, вот эти все гендерные штучки, да, они ведь тоже, знаешь, потому что в данном случае хоккей является олицетворением именно такого самого настоящего мужского начала, да. И эти вещи тоже, наверное, имеют значение. Но сейчас в современном хоккее появляется такой парень, который забрасывает победную шайбу, делает передачу, выигрывает три боя. Ну, выиграет, не выиграет, это уже там люди, которые даже специализированы на сайтах. Выглядит более чем достойно. Говорит ли это о том, что другие тренеры посмотрят и так в АХЛ взглянут? Слушайте, а нужен ли нам такой человек? Потому что я понимаю, что Лавиолет все равно человек старой закваски, да, такой олдскульный тренер. И у него в команде сейчас, в этой команде, где есть креативщики, даже винстрочек имеет штрафных минут достаточно немало. То есть это такая силовая составляющая, что, наверное, ну вот последние годы как-то Рейнджерс несколько несвойственно. — Слушай, такая двоякая ситуация. Вот, знаешь, вот давай задумаемся. Он же с кем-то дерется. — Задуматься вообще никогда неплохо. — Это очень полезно, да. Анализ. Пошел анализ, смотри. Он же с кем-то дерется. Вот эта огромная молодая глыба, белая, в данном случае. — Белая, да. При том, что 21 год, это тоже имеет значение. — Это огромное имеет значение, при том, что еще и имеет значение, что он только зашел туда, в эту лигу. Да, то есть он... — Да, там Хитилл получил травму. Конечно, что там в фарме-то Рейнджерс, безусловно, есть ребятки-игровички, которые бы... — Но нужно было зайти вот сюда, вот в это. — Я потому, Никита, и удивился, что такие вещи без Лавиолета главного тренера тоже не проходят. У вас есть Труба, у вас есть вот этот Уилл Кули, и Трочеки, и Гудроу, и вызывают еще одного человека, как 16 боев за два года в АХЛ. То есть явно тут вот не то, что... — Тут три за две недели. — Нормально, да. — Слушай, ну, понимаешь, давай так. Вот я не могу сказать, что я прям погрузился в творчество, да, этого специалиста, я имею в виду... — Рэмпе. — Рэмпе, да. И не прям вот пристально смотрел за его действиями на льду, но очевидно же, что он как минимум неплохо катается. Он достаточно быстрый, большой, он выигрывает борьбу на пятаке, он может удерживать у бортов. Это я делаю выводы, не исходя из полного просмотра матча, а какие-то моменты, да, элементарные. Я смотрел кусками матч на открытом воздухе, смотрел вот эти... Некоторые смены попадались его, где он забил гол. — Ну да, в Силадельфе, 2-1, победная шайба. — Ну, я там что-то цепанул, там, полыгры, что ли. Ну, какая разница? В любом случае, я на него натыкаюсь. Нету ощущения того, что он тут, чтобы подраться. Понимаешь? То есть это не то, чтобы, знаешь, как говорят, тренеру иногда страшно кого-то выпускать, там, нужно подумать, да, там, подзаменить или еще что-то. Нет, он как бы занимает свое место и в игровом плане. Если отвечать на вопрос по поводу того, не будет ли такой тенденции, уже начал. Он же с кем-то дерется, и он дерется с серьезными ребятами. И Делори, и вот этот Оливер, или как его, да, Скаламбоса Оливье. И они тут не первую неделю. — Абсолютно. — Эти ребята тут давно. И они тоже, значит, помимо того, что готовы дать вот такую форму отпора ему, да, но они-то основные игроки своего состава. Более чем основные. — Тебе вообще, когда ты начинал играть в хоккей, и вот, естественно, там, что называется, воспитывался на просмотрах хоккея 90-х годов, где это было абсолютно. Тебе драки. Я вот короткий вопрос задаю на уровне «да, нет». Нравились или нет? Потому что до сих пор я вот общаюсь. — Короткий ответ. — Давай. — Абсолютно вот никак я к ним относился. Знаешь, вот меня стали цеплять драки. Где-то это там был, пускай будет 2005-2010, когда из них начали делать какой-то такой а-ля культ. Там, знаешь, какие-то сайты появлялись. Там что-то. «Drap your gloves», по-моему. И там эти драки. И, естественно, нет-нет, когда ты натыкался на брошир ларак или что-то такое, ну, вроде прикольно. Потому что, ну, какое-то шоу, вот это все. У нас такого нет. Ты рос здесь, в России. Этого не видел, не понимаешь. Тут, ну, вот такая форма шоу. И, естественно, как бы, ну, какое-то внимание это привлекало. Как я к этому относился? Никак. Потому что, ну, это не моя тема, да, скажем так. То есть мне никогда не было интересно, за что там хватать и куда там прятать подбородок. То есть это когда я приехал в фармклуб, мне там в шутку мирости выдернул, да, в начале сезона. И говорит, я тут, чтобы тебя защищать. Я говорю, о, братишка, это супер. Я там весил 68 килограмм. Он говорит, смотри, если вдруг кто-то вот это, то ты там типа вот так. Я говорю, дружище, надеюсь, до этого не дойдет. Ты смотри в оба, если кто-то вот это, я там типа отшутился, я падаю, а ты беги скорее. Спасай меня. Ну, давай, эту тему будем считать закрытой. То есть, в принципе, это все равно дело вкуса. И я знаю людей, которые там давно следят за национальной хоккейной лиги. И вспоминают, и сожалеют, что сейчас он стал мягче. Лично моя точка зрения, мне нынешний хоккей больше нравится. Мне больше нравятся хоккейные вещи. Скажем, то, что делает Никита Кучеров. И я не скучаю, что драк стало меньше. Знаешь, еще последний подытожим. Вот у меня позиция ровно такая же. Я думаю, тут никто не удивится этому. Но еще один важный момент. Почему все-таки, я считаю, их стало меньше и тенденция пошла. Действительно участились вот эти случаи плохих концов у Тавгаев. Так это назовем, да? Вот эти истории. Я уже не помню имена кто-то. Бугар, наверное. Самая громкая. Бугар, да. Дэвин Бугар, там что-то, таблетки или еще что-то. И все это начали связывать с травмами, с сотрясениями. Естественно. С повреждениями. Я целиком и полностью за то, что это должно уходить. Это никогда не искоренится полностью. Потому что это такой вид спорта, где периодически кто-то повздорит на уровне драки. Но вот так, чтобы три драки за четыре игры и потом фиолетовая башка, ну нет. Это не хоккей. Будем считать эту тему, мы отбили. Едем ко второй теме, которую мы сегодня обозначили для рассмотрения. Причем даже, как бы мы с Виталием Маграном, он нашел эту тему. Это тоже наш общий и близкий товарищ. Общий и близкий, да. И это, я бы сказал, даже где-то наша грядка. С вездной все равно Андрей Осадченко. Безусловно, да. Этот везде. Да, который на самом деле какие-то отношения с моржами имеет. Ну, это из вчерашней программы, другой программы. Но это заявление Андрея Борисовича. По крайней мере, это было смело. Представляешь себе так заявить? Ну, мы, в принципе, ты знаешь, так все между собой общаемся. Да, но чтобы вот так на публику. Ну, отметился, создал хайп. Это точно. Есть некое заблуждение, которое мы сейчас попытаемся развеять. Относительно того, что хоккей молодеет, и молодых становится в командах, в данном случае говорим про НХЛ, коснемся косвенной нашей лиги, потому что у нас эта ситуация, что много молодых игроков, она создана больше по ситуации, которая возникла. Там международные и в хоккее. Поэтому. Но в НХЛ некое убеждение, расхожее мнение. Я бы сказал, даже вот Владимир Дегтярев подкрытывает, все больше и больше молодых. Я тебе прислал. Ты решил заморочиться. Заморочиться изучить эту тему. И оказалось, что нет такой тенденции омоложения лиги вообще. И я тоже удивился. Я вот тебе прислал эту таблицу. Средний возраст по сезону с 80-го года. Было бы удобно сказать, что я знал, но я прям удивился. Таблица крутая, мы же ее как-нибудь предоставим. Да, обязательно надо, конечно, чтобы это было четко. Чтобы было понимание, что это статистика официальная. Это в современном молодежном сленге называется «по фактам». Вот такая таблица дает. И я для интереса взгляну. Ну, например, состав команды Edmonton Oilers. Первый сезон, когда они выиграли Кубок Стэнли. Внимание, друзья. И сейчас вы все поймете. Средний возраст? Даже не средний возраст. Там 25,4 десяток. Но просто вот те люди, которых мы сейчас считаем. Вот первый Кубок Стэнли. Глан Андерсон, 23 года. Пол Кофи, 22. Ну, я вот более известный. Гранд Фюр, 21 год. Ух ты. Стив Грейвс, 19 лет. Ну, некий Уэйн Грейвс. Ну, вот Яри Кури, 23 года. Карри Яланин. Ух ты, и он там был. 24 года, да. Ну, это очень молодая команда. До 25, все же ты назвал. Лидеры 23. Райм Асуманин, 21 год. Он тоже был. Обалдеть, я не знал, что он такого уровня игрок. Да, он играл в том. Ну, в общем, получается, что команда была настолько молода. И средний возраст команд 80-х годов был в среднем плюс-минус на два года моложе, чем сейчас. В последние годы национальной хоккейной лиги тенденция увеличения среднего возраста. С чем связано? С чем это связано, на твой взгляд? На мой взгляд, основное, с чем это связано, улучшение всего, что связано с вне льда, я это называю. Off-ice. Все, что угодно. Off-ice. Подготовка, питание, сон, тренировочный процесс. Все это выходит на другой уровень. Соответственно, роль вот таких вот опытных, подготовленных, проверенных ребят, которые ни в чем не уступают по физике молодым. А чаще всего они сейчас и превосходят, потому что эти еще не успели набрать, а те уже матерые и просто на правильных рельсах стоят там несколько лет, да, много лет. И сейчас никого ты не удивишь в Северной Америке, даже когда я там был. История в плане того, что, да давай, чего, по факту, ну, кто там у нас? Дэниел Альфредсон. Он вообще ни в чем не уступал на тестах. Как вариант. Те же самые Мэнни Малхотра, наверное, Арджей Амбергер и так далее. Да какие там... Какие фамилии. Представляешься? Главное, что я эти имена не называл лет 15. Мне аж самому неудобно. Я такой думаю, где-то это тут валяется у меня. Да, ну, понимаешь, это вот просто навскидку, да, на уровне какого-то там Коламбуса, да, не лидера лиги и так далее. Но если покопаться, там было огромное количество людей с именами погромче, да, но которые уже тогда была вот эта тенденция, что, ну, давай тебе там 18-20, хочешь мое место занять? Ну, давай, попробуй, забери. Заходи в зал, сейчас посмотрим, что ты там заберешь. Ну, по всему счету, в этом сезоне, в этой лиге играет только два 18-летних, и один из них... Конор Бедар. Конор Бедар. Будущее, скорее всего. Скорее всего. Вот давай вот эту оговорку сделаем. Скорее всего. Я из тех, кто думает, что это будущее. Или почти наверняка. Это будет близко к номеру 97. Да, ну вот просто, чтобы нет у нас возможности прям таблицу. Сезон 81-82. Средний возраст. Лиги 24 и 8. Сезон 84-85. 25. Потом идет небольшое увеличение, и вот уже, например, сезон 93-94, 26-1. Когда больше 27 лет средний возраст стал сезон 97-98. Максимальный, и причем для меня это несколько удивительно, сезон 2005-2006. Что-то близко к Никите Филатову, да, вот эти там сезоны. За три года. Да, 27 с половиной лет. Потом пошла тенденция небольшого уменьшения, и в последние годы, опять, ну вот сезон 20-21-27-2, сезон 23-24-27-4. Понимаешь? Поэтому, вот знаешь, не знаю, не глубоко, не разбираюсь конкретно этой теме, иллюзия того, как много стало молодых игроков. Есть тенденция того, что сейчас клубы национальной хоккейной лиги, в данном случае генменеджеры, дают большие жирные контракты, длительные, намного раньше, чем это было раньше. То есть вот, чтобы закрепить за собой игроков, ну вот, наверное, из ярких таких примеров, я даже, ну, Панарин получил как раз вот в таком более стандартном варианте. Например, Михаил Сергачев получил большой и по срокам, и по деньгам контракт, потому что там порешил, они как бы, он еще, скажем, не то чтобы ничего не доказал, доказал, но не все, чтобы давать такие деньги по логике старых генменеджеров. Сейчас тот же Джефф Сандерсон получает, ну, сколько там, 23 года, получает длинный контракт в Оттаве. И вот эта тенденция есть. А средний возраст игроков лиги, он, наоборот, увеличивается. Причем я посмотрел даже исследования такие, рассвет игроков, а ты знаешь, сколько средний возраст карьерный выступления хоккеистов? Исследное североамериканское сравнение четырех лиг. Я думаю, ты удивишься. Средняя карьера, да. Сколько сезонов, да, сколько сезонов. Ну, пускай будет именно НХЛ, да, соответственно. Именно НХЛ, да. Исследование... Я думаю, что средняя цифра где-то в районе 6-7 лет. Пять сезонов. Ну, я был невероятно близок. Очень близок. Самое интересное, что это самая длительная карьера, если сравнивать с тремя другими профессиональными лигами. Самая короткая карьера – НФЛ, 3,5 года. Значит, 3,7 – МЛБ и 3,9 – баскетбол. И люди, которые проводили это исследование, задаются вопросом, как же так? Ведь хоккей – намного более физический, контактный вид спорта. Но в том смысле, что американский футбол тоже очень контактный. Но просто количество матчей. То есть количество раз, когда человека бьют или он бьет. Ну, да, там 20 или 16. Ну, да, там порядка 16 матчей в регулярном чемпионате. И вот хоккей средняя карьера. 20 до кубка, да. Почему? И исследование повело дальше. Но немало игроков, то есть 25% игроков всех из этого исследования, за тот отрезок, который мы взяли, которые проводят больше тысячи матчей. 25%. Расхождение очень большое. То есть 25% больше тысячи матчей. И всего, как бы, по больнице средняя температура. Это пять сезонов выступления игроков. Что происходит тогда в современном хоккее? Потому что очень легко было бы, если говорить о том, что лига молодеет и больше роль у молодых игроков. Другая фармацевтика, да. Но это связано напрямую. Они больше внимания к себе оказывают, питание. На самом деле ведь это не так. Знаешь, почему еще мысль какая? Знаешь, откуда иллюзия, мне кажется, создается. Очень сильно подогревают интерес вокруг ярких молодых игроков. О них очень много говорят. И за счет этого ты такой чуть-чуть отвлекаешься и думаешь, охренеть. И этому 18, и этому 19. Что-то у вас тут уже очень много всех. И знаешь, подогревается, подогревается. Бедар, новый МакДэвид, новый Кросби. Абсолютно. Этот заходит, там, неважно, Люк Хьюз. О, крутая история. Куин Хьюз классный, Джек Хьюз классный. Ну-ка про Люка тоже покричим. Хотя пока там ничего сверх такого, естественно. Ну да, Лео Карсон, Фантили и дальше, дальше, дальше. И такое ощущение создается, что... Ну, я думаю, что небольшая иллюзия создается. Это не говорит о том, что они не крутые. Но просто там, в Северной Америке, умеют это делать. И делают это, естественно, вокруг новых звезд. Потому что всегда есть вот эта потребность того, чтобы покричать о ком-то новом, более ярком, чем кто-то там уже имеется. Ну, я думаю, что ты согласишься, что, ну, и этот сезон, да, наверное, и прошлый, но вот этот особенно. В нашей континентальной хоккейной лиге вот это некое внимание. И такой акцент, что... Вот посмотрите, ведь только на практике можно понять, насколько это работает. Легионеров ужали до трех. Естественно, ну, там особо даже выбора не было. Отношения к тому, что, ну, вот молодые игроки в основе, на постоянной, и это приносит свой результат. Есть разные мнения. Я сторонник того, что вот то, что сейчас вынужденно происходит, увеличение легионеров до пяти, я не сторонник. Ну, я бы так видел, может быть, цифру четыре легионера. Хотя, если, например, в следующем году останется их три, и вот то, что будет, ну, такой, как Юров, ну, я просто в восторге от этого парня, и таких немало интересных игроков. Серег, очень это все двояко. Ну, вот смотри, давай сразу... Слушай, давай так, вот ты говоришь уже не первый раз двояко, в жизни вообще ничего не бывает черного и белого. Ну, давай, ну, давай по факту. Юров, Юров и Гребенкин, это так себе пример. Эти двое практически у любого тренера, практически при любом составе пробились бы. Да, вопросов нет. Разин их раскрыл, Разин дал им роль лидеров, они ее взяли. Илья Петрович в прошлом году не так делали. Вот, не дал, не дал. Смотри, и сейчас мы до этого дойдем. Юров сорок девять очков, рекорды. Гребенкин, выдающийся сезон, сорок очков, при этом еще и функция залезть под кожу, потыркаться, потолкаться. Я не могу не упомянуть и Матвея Мечкова, естественно, который два года на взрослом уровне. Матвей Мечков, сумасшедшие цифры за сорок очков, там практически около очка за игру, еще и в слабой команде. Ну, то есть, все понятно. Ну, вот смотри, как мы можем не говорить про то, что ты начал, ты сказал, да, у Разина вот так, у Козырева, посмотри, как, там зашел Ильин, который встал к Аймурзину, первый сезон, 2002 года рождения мальчика, и Пилипенко. Они взяли и поставили туда Ильина, первый год 2005 года рождения. И мне Пиля, по-дружески, рассказал, как это все было. Он говорит, а у нас тут атмосфера, обстановка, она идеально для этого подходит. Мы ему подсказали, помогли, тренерский штаб дает ему доверие, он не боится ошибаться. Все, человек 18 лет зашел в первое звено команды, которая заняла шестое место в западной конференции, это те не шуточки. А дальше мы приходим к моему любимому казанскому Акбарсу. Ну, ты что, думаешь, там реально нет возможности давать молодым играть, или местных растить, или тем более купить кого-то? Да есть! Ну, просто им не дают там это делать. Ярославский локомотив. Ну, это же просто фабрика мегаталантов. Ну, фабрика. Лихачев, Березкин, Буд, Симошев. Кого-нибудь забыл? Никулин. Да это все игроки ничуть не хуже, чем, ну, хорошо, плюс-минус сопоставимого уровня с Гребенкин, Юров и так далее. Да. Но система игры, она не дает им раскрыть максимально их качество. Факт абсолютный. Не дает. Они не так ярко выглядят. Они играют плюс-минус те же минуты, но смотрятся они не так ярко. Вспышками то Никулин 20 игр молчит, то хэт-трик, тых-тых, еще что-то. Потом, оп, Буд что-то там позабивал, смотришь, уже в 13-м переодевается. Все же зависит от того, как ты им даешь играть, как ты их раскрываешь, какое у тебя к ним отношение, доверие. Поэтому, ну, очень это все, очень это все нелегко. Но, на мой взгляд, все равно некая тенденция этого сезона говорит о том, что как бы все зависит от тренера, от команды, от организации, от некой философии. Но, с другой стороны, в том же Ярославском локомотиве и вообще школа Ярославля, которая, знаешь, вот последние годы называется, ну, одна из самых прогрессивных. Хорошо. Я всегда привожу пример. Он, может быть, не самый показательный и яркий, и от него отталкиваться тоже не совсем правильно. Кто за последние 5-7 лет заиграл на высоком уровне в национальной хоккейной лиге из Ярославских воспитанников? Ну, вот, из-под этого Гавриков. Так это и есть моя мысль. Она заключается в том, что если ты вот на этом этапе, когда им 18-20, не даешь им потенциал свой толкнуть максимально, дальше уже ступор. Все. Ты в 22 не можешь прогрессировать с той же скоростью, как тебе, если бы дали прогрессируешь в 19-20, потому что, ну, другое уже развитие. Плюс ты в любом случае складываешься как игрок. Да, если ты с 19 до 22 лет играешь, ну, давай так, у, пускай будет Квартальнов, Никитин, Белелединов, ну, ты не можешь в 23 как домой зайти к Козыреву и сказать, о, я о вас всю жизнь мечтал, и раз такая возможность приглянулась, ну-ка я забуду, как меня учили 3 года играть, и сейчас начну в короткий пас играть. Да нет, ну ты складываешься как игрок. Уже определенные у тебя инстинкты появляются. У тебя уже закладывается это. Поэтому ты абсолютно прав. И я поэтому и переживаю за ярославских пацанов искренне. И за, вот меня спрашивают там, а чего главный же результат? Да кому главный результат? Мне, как вот болельщику хоккея, а не Казанского Акбарса и не Ярославского Локомотива, мне главное не результат. Мне главное, чтобы был красивый, зрелищный хоккей, в котором, например, молодые ребята имеют возможность развиваться, выглядеть ярче. И если уж совсем по чесноку, в определенный этап карьеры они должны готовыми уезжать в лучшую лигу мира. Но они не могут туда уезжать уверенно, пока ты их здесь не выведешь на уровень того, что показывает, например, Юров. Ну это же очевидно. Или Мечков. Или Мечков. Получает и игровое время, и возможности. Но они выглядят по-другому. Понимаешь, четкое ощущение того, что Юров, Мечков, Гребенкин, если еще сезон, я думаю, проведут на таком же уровне, Конюшкова я к ним отнесу, эти ребята, их можно, вот если ты человек и я, который систематически смотрит НХЛ, и ты представляешь себе картинку Юров, Гребенкин, Мечков, ты можешь вот этих пацанов представить там. Абсолютно. Точно можно. Да, это вопрос. Кому-то годик еще нужен, кому-то два. Но ведь есть ребята по таланту действительно не уступающие, но ты не можешь их там представить. Вот я тебе скажу, чтобы был конкретный пример, учитывая, что я в этом сезоне и комментирую, и очень слежу, и болею за команду «Трактор Челябинс», Александр Рыков, задрафтованный Каролиной. То есть вот те моменты, которые уже в этом сезоне он показывал, по катанию, по игровому мышлению, по решениям, ну это фантастика, и тем не менее в «Тракторе» все равно его прям... Да его до конца не пускали. Практически, да. И это, ну вот мы опять же с тем же Виталием Маграном, который тоже много комментирует, обсуждаем, но ты посмотри, сравнить у тебя неких опытных игроков с серьезными цифрами в контракте и рыков, которые... Где логика, да? Вот у тебя мега-талант, вот у тебя игрок за маленькие деньги. Ты понимаешь же, ты как никто понимаешь, вернее, что в Северной Америке организация, клуб, имея такой бриллиант, это первое, что они делают с коммерческой, с финансовой точки зрения, они тут же вот этого молодого, который если сегодня на пол шажочка позади какого-то лидера, они даже думать не будут. Если он на пол шажочка позади, они знают месяц, два, три, он его обойдет, но это будет за три копейки. Слушай, даже вот реакция, вот буквально новость совсем свежая, что Марат Хуснудинов отправляется туда, ну наверняка в Айову, в систему, то есть в АХЛ, а не в главную команду, но тем не менее, я вот читаю, господи, так прям они его прям ждали и чуть ли не прям центр третьего звена. Даже другое отношение. А у нас некое, ну, разочарование, хотя отчасти оно справедливо. Марат не стал в последний год развиваться, там своя ситуация, в которую он попал. Примерно ее знаем все. Она не первый раз, уже были игроки, которые... Но, например, тот же Иван Мирошниченко, вот он был здесь. И вот я прям вот то, что ты сейчас сказал, они понимают, что мы его доведем до определенного уровня, может быть, даже где-то разочаруемся. То есть ожидания неоправданные, такое тоже случается. Ну, например, один из примеров, тот же Лафринье, который в этом сезоне неплох, но он же первый номер, и его тоже там. Ну, не Next One, хотя и Next One тоже называли. Поначалу называли. Таких примеров много, высоких номеров драфта, которые не рисовали. Сидят здесь теперь, ничего страшного. Да, абсолютно. Мне так импонирует, как ты это четко, мудро, философски относишься к своему жизненному пути. Поэтому она тенденция вроде есть, но она у нас получается искусственно и местами, кусками. Общей тенденции такой нет. Нет, конечно нет. Причем нету, что самое печальное не только того, что отсутствует тренерская какая-то концепция того, что, о, это талантливый молодой игрок, ну-ка сейчас я найду к нему подход и как-то помогу ему раскрыть потенциал. Меня пугает то, что и у менеджеров отсутствует понимание того, что если ты закладываешь хоть какой-то план по развитию клуба на год, на два, ну ты, ну как, ну это же просто как два плюс два. Дали деньги, говорят, нужен результат. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас. И поэтому, ну, отбивают условно руки этим тренерам или этим менеджерам, которые... Это я могу понять. Такая позиция принимается. Но, значит, давай замахнемся еще выше. Ну, значит, грех... Грош цена вот этим тому, кто дает деньги и не смотрит в завтрашний день. Ну, просто очень часто случается, и это, на мой взгляд... Ну, сколько у нас... Серег, давай так. Сколько у нас клубов, которые относятся к себе с приставкой ТОП, в которых бюджет 700-900, которые систематически вылетают в первом раунде? И они каждый раз жмут педаль в пол. Каждый раз. Никакого плана, как ты говоришь, о построении там династии на 2-3 года нету, они жмут педаль в пол, систематически вылетают в первом раунде, там, хорошо, во втором максимум, потом разводят руки в сторону и продолжают давить педаль в пол, забывая про молодых. Да, и такая ситуация стандартна. Дальше, чтобы эту тему завершить, ну, некая... Вот у нас очень молодая команда, такая перспектива. Перед началом этого сезона возвращаемся к национальной хоккейной лиге. Самые молодые команды по среднему возрасту. Опять, ты знаешь, это я, когда наблюдаю вещи, которые как раз относятся к категориям белая или черная, самые возрастные команды, Вашингтон и Пизборг, вот и смотрите, они пошли, ну, потому что они старые. Удобно? И все скажут, да. 9 из 10 человек. Самые молодые команды. Перед этим сезоном, по ходу сезона, учитывая, что чуть составы меняются, меняется средний возраст. Но это тенденция. Баффало Сейберс, Коламбус Блюз Джекетс, вот их средний возраст, еще раз говорю, 27 с небольшим средний возраст по лиге. Баффало Сейберс 25,9, Коламбус 25,9, Детройт Рейдуингс 26, Нью-Джерси, Анахайм, Оттава, Нью-Йорк Рейнджерс 26,4, Аризона и Ванкувер. Из перечисленных команд. Ванкувер. Ну, наверху две. Две? Более или менее где-то идет Рейнджерс. Очевидно. Рейнджерс и Ванкувер прямо наверху. Но если брать средний возраст команд, которые выигрывали Кубки Стэнли, Вегас, Колорадо, Тампа. Что там? Они всегда посерединочки. Они ни туда, ни туда. Причем, если брать сейчас Тампа, она больше относится к стареющим командам. Но сейчас так точно уже. Безусловно. Но когда брала Кубки, наверное, была посередине. Ну, вот она была посередине. Я специально, я даже еще подумал, но ведь Вегас, там столько лидеров, которые, ну, мягко говоря, они молодые, а ничего подобного. Даже в этом сезоне они, ну, где-то там на 12-13 месте по среднему возрасту. То есть это тоже показатель. Если от этого отталкиваться, вот взять на дистанции последних, там, 5-6 лет, получается, что самые молодые команды, как, я извиняюсь за выражение, но я так, подобосрался Нью-Джерси Дэвилс. Вот это молодые, мы так попрем. Оба, чуть что-то не так сработало, и эта молодежь, да, и все рассыпается. И они, как бы, всего вероятнее попадут в плов, а ожидали многие в этом году. И еще один шаг. И там, когда только вот начинало складываться этот коллектив, у них примерно так же было. Поэтому, на мой взгляд, при комплектовании команды, менеджеры серьезных команд клубов национальной хоккейной лиги, всегда думают в первую очередь о тех, кто будет решать здесь и сейчас. Перспективу думают, но это не то, что вот мы берем там, условно, 21-летнего, и он нас будет определять результат. Это, скорее, исключение из правил. Ну, слушай, я вообще глубоко убежден, что без опытного, крепкого костяка, и не обязательно, это должен быть человек, который, скажем так, реально определяет исход матчей, да, то есть это не значит то, что у тебя должен быть 35-летний лидер, который центр первого звена играет 25 минут, но лидер, который по духу держит раздевалку и при этом, да, выполняет вот этот костяк какие-то важные функции, неважно, большинство, меньшинство, ну, ключевые какие-то позиции. Ключевые, да. Да, это 100% должно быть, потому что история, где зашел 20-летний мальчик и притащил вас всех в кубку, ну, это скорее бред, чем... Это скорее... Это уникум какой-то должен быть. Ну, это Сидни Кросби, который тоже не в 21-х затащил кубку сцены. Ну, там 23-24, я сейчас просто не вспомню, ну, как бы Александр Овечкин, потом там Ковальчука можно вспомнить, он сразу получил огромное количество времени. Ну, Овечкин-то затащил уже... В абсолютно зрелом... При пенсионном возрасте. Получается, что нынешние лидеры, вот все, кто, на ком держится лига, на ком держится пиар, все эти Мэтьюзы, все эти Макдэвиды, Нейтаны Маккины... Ну, они-то готовы, они уже, им по 27 лет. Это же идеальный возраст. И ты прям вот взял и снял с языка. Получается, что идеальный продуктивный возраст, он особо не изменился, ни в 90-е, ни сейчас. 27 плюс-минус самый продуктивный возраст. Вот ты уже и опытный, и при этом еще простой. Черт возьми, мне как-то обидно, мне 56-е идет, но я не про хоккей даже вообще. Хочу сказать, бывает тоже исключение. Да, ну, опять же, были примеры и того же Селяния, и то, что ну вот в этом году про Овечкину, что пришло время, похожее просто биологическая старость, она уже мешает как-то реализовывать. Но это скорее исключение из правил. А лидером по количеству матчей в карьере Патрик Марло, которое, ну, в конце уже своей карьеры было «Уйди красиво, пожалуйста». Прям даже иногда обидно. Ну, хватит. Ну, то есть понятно. 42, да, по-моему, он финишировал? 42-43, что-то такое. 42. Ну, вот сейчас самый возрастной игрок нынешней в лиге это Джордан. Ему 40 лет. И то он полсезона травмирован, по-моему. И в том-то и дело, что приходит. И теперь последняя наша тема. Постараемся ее так коротко. Опять же, спасибо Виталию Магранову. Я сказал, мы с Никитой это обсудим. Он говорит, забирай. Хотя он это предложил. Тренеры. Потому что, если отталкиваться от того, что мы сейчас обсуждали, возраст и тренеры, тут немножко другая, на мой взгляд, тенденция. Два года назад, за последние два года, из самых молодых тренеров Диджей Смит в отставку, Брэд Ларсон в отставку. Ну, с Ларсеном я работал, кажется, в фарме каком-то. Коламбусу, что ли? Он в Коламбусе был тренер? Да, 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 да. Ну, вот сейчас Пасхаль вместо него, тоже достаточно молодой. Да. Но есть категория ребят, которые еще в 90-е были звездами, лидерами. Или просто играли в хоккей. Так. И многие из них сейчас работают. Для меня самый показательный пример, человек, который, вы знаете, есть как бы, он играл так, он и команду такую делает. Ну, то есть, прямая такая связь. Каролина Харрикейнс, род Бриндамур. Да. Он никогда не был звездным игроком, в смысле, с большим количеством шайб, лидером. Да, это дух, лидер. Дух, лидер. Это вот эта история. И он делает такую же команду. Я тебя хочу спросить, как ты думаешь, это вот всегда, ну, скажем, тождественное, приравнивается, самый яркий пример, антипример, Уэйм Грецкий попробовал тренером, провал полнейший. Что, как бы, условно, Эндрю Брюне ставит атакующий хоккей. Эндрю Брюне, как раз, он не был никогда таким игроком, но ставит атакующий хоккей. Третье звено Брюне. То есть, Бриндамур никогда, ну, играл в командах, скорее, не играл. Я перестал удивляться. Я перестал удивляться на примере российских специалистов. Хороший, потому что это надо сравнить. Проще будет для нашей публики. Ларионов, Федоров, меликие звездные игроки. И опять вернемся, Андрей Козырев. Мы с Андреем давно знакомы, очень дружны. Он шикарно провел свою начало карьеры в качестве тренеров юниорских, молодежных. У него были победы. То есть, он именно оттуда выныривал. И Козырев, который, если кто помнит, каким хоккеистом был Андрей Козырев. Вот. Сходств крайне мало. Очень. От стиля того, который он сейчас ставит. От чего это зависит, на твой взгляд? Я думаю то, что вообще все далеко заблуждаются. И я был один из тех, который говорил, блин, ты же так не играл. Да. Откуда это? Ты же другой был хоккеист. Ты же его видишь по-другому, эту игру, раз ты играл в нее так. Да ни хрена. И я не знаю, как это объяснить. Но примеров невероятное количество. Причем, как в моем понимании в хорошую сторону, то бишь Козырев, так и в моем понимании в непонятную. Ну, будем называть? Будем. Конечно. У нас честная программа. У нас честная программа. Подожди. Наверное, из того, что вот так, без подготовки, да, снова приходит в голову. Экспромт. Вадим Сергеевич Епанчинцев. Вадик. Ну, это же гениальный хоккеист. Ну, это же просто там плеймейкер, дирижер. Вот визор повыше поднял. Головка поднята. Ну, я вот рос, когда в ЦСКА два вот эти мои, да, годы. И приходил на тренировки. Ну, для меня это было просто какое-то волшебство. То есть, понятно, там где-то в телевизоре Ларионов, Федоров. Северсталь Михалева, Вадим Епанчинца, 2003-2004. Фантастические по интеллекту, по решению. Да, это гениальный игрок. Просто гений, да. То есть, они там, грубо говоря, в одной категории, по крайней мере, моего детства шли там с Разиным, да, с Андреем. То есть, это плюс-минус та же история. Такое себе катание, если не сказать хуже. Но чтение игры, руки, понимание этой игры, ну, просто на невероятном уровне. Они были впереди планеты всей. Но если сейчас мы говорим про Епанчинцева, ну, там не такой хоккей. Не такой. Он не такой. Ну, вот в чем дело. И, да, можно использовать всякие там оговорки по поводу того, что мне нужен такой состав, чтобы так играть и так далее. Но нет. Ну, нет. Это все не, в моем понимании, это все не считается. Что еще из того, что можно привести пример, где наоборот, да, было? Слушай, насколько я знаю, хотя я не так помню четко его творчество, как хоккеиста, но я наслышан, скобелка. Скобелка. Скобелка и Квартальнов. Так. Это игроки. Они, это были бомбардиры, снайперы, игроки. Они не играли. Опять же, у меня нет вот такого понимания, да, как по Епанчинцеву, потому что вот я его ребенком видел вживую. Ну, я Квартальнов очень хорошо помню, как он играл. Но Квартальнов не играет, как играл его казанский Акбарс или как играет его Динамо Минск. Он играл не так. И скобелка тоже самое, это был большой мастер там, да, исполнитель. Ну, как бы, ну вот. Ну, то есть, получается, тут вообще никакой нет тенденции. Вообще нет никакой. Это абсолютно индивидуальная история. Вообще нет никакой. Я так думаю, знаешь, вот, к сожалению, есть такая тема, и я ее знаю на примере тренеров более низкой категории на данный момент, да. Вот ты к кому попадешь, у кого ты будешь изначально учиться, вот так ты и заложишь себе вот это зерно, понимаешь? Потом уже где-то, когда ты уже вагончик твой тронулся, и ты едешь уже с горочки, и ты там где-то тренером зашел в КХЛ или еще что-то. Вот так в процессе. Это та же самая история про то, что здесь и сейчас результат. Здесь и сейчас. Когда мне тут учиться? Когда мне тут осваивать новый стиль хоккея? Новый тренировочный процесс, если я сейчас здесь буду чему-то учиться и на выход пойду отсюда. Я подчеркну вот это, потому что это очень важно. Ну, кто как бы из тех, кто любит хоккей, немножко не понимает некоторые вещи. Есть взгляд, представление, как я бы хотел. Ну, вот какой-то игрок решил, что хочу идти по тренерскому этому пути. Как я вижу хоккей, который хочу ставить? Но огромная вещь, которому прям надо учиться, это тренировочный процесс. Я не называю как раз фамилии, но на самом деле... Хотя почему не называю? Тот же Андрей Козырев, когда работал с Игорем Николаевичем Ларионовым, этими вещами занимался тренировочный процесс. У Игоря Николаевича, когда он попал главным тренером молодежной сборной, было очень своеобразное представление. Молодежная сборная помогала ему. Сергей вылетел из головы динамовский тренер. Гурлукович. Петеренко? Нет, нет, нет. Сейчас я вспомню. Но, в общем, это слишком большая работа, чему придется научиться. Потому что вот все ребята из национальной хоккейной лиги, которые сейчас молодые тренеры еще являются, они проходят, как правило, очень серьезный путь для того, чтобы добраться до национальной хоккейной... Голубович. Сергей Голубович. Вот, он помогал молодежной сборной Лорионову. Сейчас в национальной хоккейной лиге самым молодым тренером является Карберри. Вот он пришел перед этим сезоном. Он на три года старше Овечкина. Ты посмотри, какой он хоккей ставит. Исходя из того материала. Я в восторге, если честно. Какой хоккей ставит человек, которому 41 год. С другой стороны, у меня есть ощущение полное, и здесь я подметил бы тенденцию, те ребята, которые сами были яркими игроками, им намного тяжелее адаптироваться к тренерской работе, чем те, как, условно, Козырев у нас здесь, или, например, последние кубки Стэнли, ну вот если мы не берем Вегас 23-го года, и Джаред Беднер, главный тренер Колорадо, у которого, ну, практически не было никакой карьеры как игрока, а Джон Купер это вообще практически, ну, хоккей на уровне любительском, он в канадском комнате университете практически. А я еще одного товарища достаточно близкого знал, который не играл в хоккей, но он олимпийский чемпион и обладатель кубка Стэнли, зовут, знаешь, как? Как? Кен Хичкок. Это, наверное, самый яркий пример, по крайней мере. Это выдающийся пример. Трудно вообще себе представить, что он может стоять на коньках, но такое иногда бывало. У него была карьера пожарника. Да. Он был офицером пожарной службы. Представляешь себе? Да, представляю, в том-то и дело. Поэтому у меня есть свой взгляд, что люди, которые посвятили себя, то есть, ну, они как бы знакомы с хоккеем и добиваются больше без яркой карьеры. У нас просто, если отталкиваться от последних двух сезонов, великий Сергей Федоров, возможно, один из величайших центрфорвардов в истории хоккея, два раза выиграл кубок Гагарина. Стоит все-таки в этом контексте отметить, что роль помощников, роль штаба, роль фундамента, роль костика команды, и в контексте ЦСКА чемпионов Федорова, да, ни в коем случае не умоляя его заслуг как тренера, потому что просто так два кубка не выигрываются. Никогда. Никогда. И понятно, что его роль тоже там есть, но все равно мы должны смотреть полную картину. И полная картина такова, что он брал уже и так сплоченную сильную команду, и он не менял рисунок игры. Они играли в то же самое, во что играли при Никите. Кстати, это опять говорит о том, что как сам играл Федоров, и во что? ЦСКА не играет в это, и близко. Не в Федоровской хокке. Там даже пяти смен таких не наберется за матч, как он играл. Но если это работает, он пошел по пути, что если это работает... Он пошел по пути, которому я сказал, тут не до экспериментов, не до каких-то там сменовидений или еще что-то. И другой пример. Человек пытается ставить хоккей, в который он сам играл, и по крайней мере сейчас, вот в день, когда стартует Кубок Гагарина, испытывает сложности Игорь Николаевич Лорионов. Здесь тоже нужно смотреть правде в глаза. Очень уж много, я уверен, и ты информации получаешь. О, да. И я, ну, действительно много общаюсь с ребятами из «Торпедо». И, ну, я считаю то, что подошло вот сейчас время определенное. Я просто весь сезон кричал, как мне нравится «Торпедо» и как это все прекрасно, но всему свое время, а так как не всю информацию можно вываливать сразу, да, но если где-то в месяце сентябрь-октябрь мое видение и понимание роли Козырева во всем этом процессе было, я, по-моему, даже говорил, 50 на 50, то не из-за того, что «Торпедо» играет в этом сезоне хуже, а из-за того, что «Торпедо» стала играть в другой хоккей. И только благодаря тому, что мы видим в исполнении «Северстали» и благодаря тому, что мы не забыли, как играла «Торпедо» в том году, мы понимаем, что вот «Северсталь» и прошлогодняя «Торпедо» — это одна рука, это один почерк. А вот эта «Торпеда» этого сезона, особенно образца последних двух-трех месяцев, ребят, ну, это другой хоккей. Это «Занковец», скорее всего. Это какая-то нервотрепка или смена стиля из-за того, что лидеры травмировались, результат и игра не такая, как все ожидали. Да все что угодно. Но эта «Торпеда» последние два-три месяца не по результату, повторюсь. По содержанию оно не играет в тот же стиль. Они начали забрасывать шайбу. Просто я говорю, многие меня там, может быть, попытаются упрекнуть, а что же ты там молчал и так далее. Ну, есть определенные свои нюансы, да, так же, как в любом случае кто-то из нас, людей, находящихся внутри хоккея, знает какие-то моменты там, внутрянку какого-то клуба, да, какие-то отношения лидеров и тренеров. Есть такие люди. Такие люди есть, да. И, к сожалению, не то чтобы к сожалению, правила таковы, что ты не всегда можешь это все сразу предоставить для публики. Для публики. Для публики. Потому что мы работаем для публики. Да, ну вот сейчас вот мне кажется, что достаточно классно, что мы вот такую информацию дали. Мораль всей басни такова. Так. Роль Козырева в том процессе, она, наверное, была, по моей оценке, а я ее беру не из воздуха, ну, наверное, если мы говорим про тренировочный процесс и становление игры стиля команды. Так. Я думаю, это 90 на 10. Наконец-то ты это понял, что я тебе в личку пытался объяснить, но как-то я не стал уже это глубину. Да, это 90 на 10. А что еще важнее, что вот эти последние события, Сизов, Кручинин, вот эти поражения с 3-0, с 3-1, вот эти развалы, к сожалению, вот к этому точно прямое отношение имеет главный тренер. Потому что, не к сожалению, это просто констатация факта. Абсолютно. Это констатация факта, потому что смена стиля, это точно не один человек, это, естественно, тренерский штаб, но раз мы всю дорогу говорили, что Игорь Николаевич, это такая фигура, столб, бренд, или там как угодно это называть, да, можно, который всегда сплотит, всегда поддержит, и это такой мотиватор, ну, значит, сейчас надо признать, раз такие поражения и такая серия стала стабильностью, значит... Рисовалась картина такая романтическая, и вот пришел Ларионов, и прям вот взлетает Нижнегородский. Все, я чувствую, что ты дорвался, вот что ты хотел тогда в переписке. Именно это я тебе, Никита, и хотела. Но я дорос, видишь, я дошел. Так даже приятнее. Из тех молодых тренеров, которые были яркими игроками, ну, опять же, Эндрю Брюне, но мне нравится, как он работает, он тоже несколько изменяет явно стиль, потому что то, что сейчас показывает Нэшел, это далеко не то, что он ставил в той же Флориде, да, но я к тому, что, смотри, Мартен Сен-Луи, Патрик Руа, Брюне, Бриндамур, уперто Бриндамур, я верю в эту систему. Я знаю, как ты понимаешь от человека, который там играет, что это иногда приобретает форму, ну, барана и новых ворот. А они уже старые, эти ворота. Я, говорит, все равно пробью эти ворота, потому что я верю в свою систему. Кто из тренеров вот этой молодой Плеяде, на мой взгляд, ну, что вот тебе придет, сейчас, конечно, немножко провокационный вопрос, может чего-то добиться? И что тебе нравится из тех ребят, которые начинают свой тренерский путь, которые еще достаточно молодые, 40, чуть больше? То есть я сразу, как вот, мне очень нравится то, что начинает делать Мартен Сен-Луи в Монреале, учитывая, что это бренд, и там свое давление, там, конечно, не бюджетные деньги, нам нужен результат, но это Монреаль, там давление, где, наверное, вообще нигде нет такого давления, как в Монреале. Торонто. Ну, в Монреале еще и франкофоны, они более вреднючие, я бы сказал, они такие, мы, мы создатели Канады, мы самые великие, и наш Монреаль, все остальные отдыхают. Плотнее поддавливают, да? Конечно, ну, и 24 кубка Стэнли, знаешь, Торонто, любое высказывание болельщиков Торонто, когда у вас, когда последний кубок Стэнли были? И тут вот немножко тяжеловато болельщик Торонто, да-да-да. Есть у тебя такие взгляды? Ну, вот тебе как Карбери, вот что-то ты видел. Просто, я так говорю, опять, это молодые, и Беднер еще молодой, и Купер еще не старый. Но получается, что добиваются. Я тебе даже такие примеры приведу. Валерий Николаевич Брагин. Так. Он был хороший игрок. Даже где-то там в сборную, ну, это точно не звезда. Олег Валерьевич Знарок. Я хочу некую даже тенденцию вывести, сравнивая и наш хоккей, и тот хоккей, что больше добиваются люди, которые сами не были яркими игроками. Это им мешает где-то. Это, то есть, ну, как он это не сделал? Я это делал. Тенденцию ты хочешь вывести, я думаю, то, что тут просто ты подчеркиваешь определенную закономерность. Ну, закономерность есть. И таких примеров, которые ты подчеркиваешь, их, безусловно, больше. Да. По факту их больше. Поэтому, если я тебе сейчас вкину пару каких-то имен, тем более, одно из них я уже немножко успокоил. Великий Скотти Боман тоже не был великим игроком. Да. Нет, однозначно, количество тренеров, которые добились определенных высот, да, серьезных результатов, при этом не имея за спиной большую карьеру, их в разы больше. Конечно. Если переходить к ответу на вопрос, почему и как это все работает, да все что угодно. Вот мне, например, о, дошло. Так. Мне, например, знаешь, какая приходит аналогия? И она приходит мне на своем примере. Хоть я барахтуюсь в молодежном хоккее третий год, мне очень иногда тяжело какие-то вещи объяснить игроку, который не видит ее так и не понимает. Я все еще могу что-то показать, и тут тоже все усложняется в разы, потому что я не могу объяснить, почему она у меня на неудобку прилипает к крюку, а у него улетает чуть ли не на трибуну. И я как бы работаю над этим и понимаю то, что, допустим, техническая база, да, руки, катание, это закладывается там с 8 до 14 лет. И когда ты получаешь игрока, даже как я, там, 17-18-19, ну, уже практически трындец. Да, какой-то прогресс возможен, но он не такой, как в детстве, да, а когда речь идет про взрослых хоккеистов, то тогда ситуация вообще другая, то есть там нужно работать с готовыми персонажами, да, которых ты просто направляешь, даешь им технико-тактическую, тактическую базу, да, уже такую. Так вот, я думаю, что очень часто проблема игроков, которые играли на высоком уровне и видели хоккей чуть по-другому, да, в других вообще красках и по-другому, там, как шахматы или все что угодно. У них другая пленочка в глазах была. Да, они некоторые вещи не могут объяснить или не заостряют внимание на тех вещах, которые им кажутся банальными и очевидными. Ну, то есть там типа из серии отдал, открылся, обстучал кого-то, но мне действительно кажется, что, ну, это просто факт, это просто элементарно, а кому-то надо прямо объяснить, чтобы отдал, открылся, обстучался, ты поехал сюда, отдал туда, три метра там, и получается то, что ты даже на это фокус не обращаешь свой. Получается, что люди, которые играли в хоккей, но не добивались каких-то больших высот, но были условными трудяшками, вот их некая недосказанность, когда они становятся тренерами, те идеи, возможно, которые они сами некоторые вещи, ну, не могли притворить в жизнь на льду, потому что, ну, определенного там таланта не было, да, ну, то есть они добиваются как тренеры. Кроме того, как правило, это люди-трудяшки, они имеют характер, потому что для тренера главного особенно, вот для помощников иметь тактические схемы, интересные варианты, тренировочный процесс, но главный тренер это человек, который абсолютно главный хоккейной раздевалки. И обращать тут я внимание, что почти, ну, 80-90% из них и в своей игровой карьере были мужиками, лидерами, абсолютными. И это, ну, отражается, как правило, люди, конечно, могут меняться, но вот стержень, на мой взгляд, он практически меняется по жизни, даже когда ты взрослеешь. Ты приобретаешь опыт, но то, что тебе заложено... Нет, суть остается, конечно. Суть остается. Но на самом деле этот пример, на мой взгляд, который мы сейчас разобрали, и относительно среднего возраста игроков, и относительно Тензеты тренерски сравнивая, при том, именно только в формате этой программы, хоккейные хроники, можно вот так и эту, и другую лигу. Никит, надеюсь, наша сегодняшняя беседа доставила тебе удовольствие. Огромное. Я надеюсь, что нашим зрителям понравится. На какие-то новые хоккейные. Я чувствую, что должно понравиться. Мы тоже на это надеемся. Никита Филатов, Сергей Федотов. Это был четвертый выпуск программы «Хоккейные хроники». Мы продолжаем нашу работу. Самое интересное, учитывая, что сегодня последний день зимы, во всех смыслах, и в весеннем, и в хоккейном все впереди. До свидания. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok